Взаимодействуют с властью, помогают людям решать проблемы, выполняют социально значимые проекты. Эффективность работы общественной палаты Ульяновской области признают во многих регионах России. О том, чего удалось достичь за идущий 2022 год и что еще предстоит сделать, говорили на пленарном заседании. Глава региона Алексей Русских, приглашенный на встречу, выразил надежду, что палата и дальше будет открытой площадкой для обсуждения всех острых вопросов, от здравоохранения до патриотического воспитания. Крайне важно, чтобы работа велась в тесном и продуктивном взаимодействии с отраслевыми общественными советами. Мы вместе должны развивать институты гражданского общества, защищать интересы и благополучие граждан всего общества. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас реализовывалось как можно больше общественных проектов в значимых для региона сферах. В этом году региональная палата стала первой пилотной площадкой в стране, где обсуждали проект федерального закона по созданию молодежного движения «Большая перемена». На общероссийском уровне заметили и работу региона с некоммерческим сектором. ТОС регионы активны, участвуют в различных конкурсах, что очень важно, приносят федеральные деньги на территорию региона. Вот по итогам недавно завершившегося отбора конкурса из 47 ТОС России, ставших победителями, 21 ТОС из Ульяновской области. Также активную работу вели ветераны боевых действий, работая со школьниками. Кстати, на пленарке губернатор объявил о новом празднике. Ульяновская область стала одной из пилотных областей, где будут отмечать региональный день ветеранов боевых действий. Отпразднуют его 1 июля. Соответствующий указ уже подготовлен и вскоре будет подписан. В своем выступлении председатель палаты Ирина Колоткова отметила, что некоторые общественные наказы до сих пор не реализованы и даже не нашли отражения в планах профильных ведомств. Поэтому общественники предложили чиновникам побольше общаться с населением. Ведь вопросы людей рождают недоверие к власти. Перечень наказов, которые не выполнены, это, например, здравоохранение Индинский район. И вообще об этом ничего не сказано. Строительство модульного ФАП в селе Оськино. В Майнском районе ремонт СДК в Загозкино. Была заявка на 22-й, но потом отодвинули и вообще ничего не ясно. Алексей Русских отметил, что все наказы будут исполнены. Все будет зависеть от объема бюджетных средств. Министерством поставят задачу информировать общественников. Не обошлось на заседании и без торжественной части. Удостоверение новоиспеченных членов палаты вручили главе Федерации профсоюзов Анатолию Васильеву, председателю Совета родителей и военнослужащих Наталье Кузяшиной, спортсменам Максиму Шевченко и Владимиру Минееву. Наградили общественников также за большой вклад в развитие гражданского общества и активное участие в подготовке выборов депутатов в Госдуму. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.